Захар Прилепин. Ополчанский романс. Жизнь. Теперь у него была белая пятерка. Жизнь получилась странной, словно не подготовился к уроку, проснулся от этого в дурном настроении, нарочито неспешно брел в школу по снежной грязи, противно ныло в животе, науклик одноклассников с другой стороны улицы не откликнулся, за сто метров до школы свернул во дворик, решил прогулять весь день, но прогул не задался, блукал без дела, ранец становился с каждым часом тяжелее, плечи ломило, ноги промокли, томился, хотел есть, но денег не было, пытался найти монетку возле дальних магазинов, и повезло. Но тут же подошел такой же, как он прогульщик, только на две головы выше и без ранца. Со слюневым губастым ртом, ехидно улыбаясь, сказал «Это я выронил, давай сюда». Пришлось отдать скользкий полтинник, обещавший чай и пирожок. Потом за автобусной остановкой долго смотрел в темноту, оглушенный и униженный. В глаза падал снег, на остановке ввели какой-то несусветный разговор мужчина и женщина, не слыша друг друга, словно оба были глухими. Домой все не шел, зная, что там хворая мать. Когда к вечеру озябший и голодный, да противный, предобморочной тошноты все-таки явился, та была напугана. Оказывается, в школе отменили уроки, ждала сына весь день и даже приготовила курицу, а его все не было. И курицу сожрал старший брат, оставил только горлышко и смятое крыло. Такой вот странной оказалась жизнь. Вся. В профтехучилище выяснилось, что у него руки наперекосяк. В армии, что его бьют чаще, чем остальных, хотя остальных тоже били. Однако его били не только старослужащие, но и собственный призыв. Хотя, как сказать, били так. Издевались, понукали, отыгрывались, каждый за свое. Но ведь у него тоже своего было предостаточно. Ему бы тоже отыграться на ком-нибудь. Но у него для этого никогда не хватало зла и задора. А ведь его, почти уже подружку, затащили в чужую кровать даже не через год и не через полгода армейчке, а в ночь после проводов. И явившийся на присягу старший братан про все это гагача рассказал. А мамка явиться была не в силах и вообще скоро померла. На похороны его отпустили, но потом пришлось вернуться в часть, и никто не взял во внимание, что у него горе, что матери больше нет. И его все так же изводили и гоняли, а брат тем временем разменял родительскую квартиру и сам остался жить в центре, а вторую хатку для младшенького приобрел в пригороде, в барачном доме. Туда и вернулся с армии. Соседи были вечно пьяны, непрестанно дрались и орали, день с ночью не различая. Откуда столько сил? Он им даже завидовал. Вкус обиде добавляло то, что старший брат не служил. Мать, пока была здорова, откупила и отмазала его. А младшего уже не смогла. Все деньги подчистую уходили на лекарства. И та жареная курица была едва ли не единственной за несколько лет материнской болезни. Мать пожила бы побольше, но едва его призвали, ухода за ней не стало никакого. Старший не то, чтобы свел ее в могилу, но не попридержал на земле точно. Однако вел себя при этом так, будто пока младший прохлаждался, он тянул на себе мать, как проклятый. Не вообще манера общения у старшего была такая, словно он и не косил ни разу, а оттянул и срочку, еще года три по контракту, причем в горячей точке. Хотя никаких горячих точек тогда уже не было. Одни уже выкипели, а другие только закипали. Вокруг тоже дымилось. Одни кричали про самостийность, другие про иуду генсека, третие лечились мочой, четвертые повсюду видели жидов, пятые затасковали и тихо ползали, как зимние мухи. Соседи по бараку начали стремительно вымирать, словно у них закончился подзавод. Зато откуда-то объявилось множество казаков. Все бородатые, ядреные. Старший брат тоже записался в казачество, но ему быстро прискучило. Там, оказывается, дуван не делили, но, напротив, постоянно собирали деньги на нужды войска. Перестав ходить на круг, старший продолжил что-то, как это тогда называлось, предпринимать исключительно для себя. Задачи у него были не из сложных и легко делились на три составляющие. Купить что-нибудь подешевле, продать это же подороже, не быть убитым на первом и втором этапе сделки. Повторить все заново. Младший не заметил, как их городок и весь район и область тоже переселились, не съезжая с места из огромной страны в страну поменьше. Впрочем, тоже огромную. Теперь он стал украинцем, хотя вроде был русским. По крайней мере, мать считала себя русской, а папашу они не застали. Но брат, конечно же, пока казаковал, уверял своих атаманов, что их род древний, запорожский и казак он наследственный. Из запорожских армян, шутила подружка брата, хабалистая большезадая баба. К младшему она относилась так же, как и брат, с ленивой брезгливостью. С год после армии младший избегал и брата, и его борзых товарищей, и эту хабалистую подружку тоже. Но потом брат объявился сам, он повзрослел и как-то что ли очеловечился. Позвал младшего на работу, возить, грузить, договариваться, разруливать те вопросы, что попроще. Пытался всучить оружие, но младший отказался. В армии стрелял один раз, никуда не попал и не хочу никуда попадать. Все у тебя, блядь, так. Разогнался было старший, но тут же оборвал себя. Младший ему был нужен, он не хотел делиться с чужими. Один компаньон его уже чуть не убил, второй едва не посадил, третий всерьез подставил. Жена, он успел жениться на своей хабалке, насоветовала втянуть младшего, чтобы в случае чего его и посадили. Младший об этом скоро догадался и при случае брату намекнул. Тот встал, как в душу раненый, посреди дороги распахнул обиженный рот. «Чтоб я свою кровь своего брата издал, ты сдурела, Маня?» Старший считал возможным так его называть, в женском роде и Маней. «А как я матери в глаза смотреть стану?» «Какой матери?» — не понял младший. «Нашей матери!» Потом все как-то сладилось, поплыло, похлюпывая. Более того, хабалка подсунула младшему брату свою подружку. Подружка была в разводе, имела трехлетнюю, вечно больную, капризную дочку, зато жила в своей двухкомнатной квартире с балконом. Все было подано так, что младшему, наконец, устроили жизнь. Он женился на этой, старше его на два года, подружке с дочкой квартирой. Свадьба была шумная и невнятная. Гостей он не знал ни по именам, ни в лицо. Дочка хронически не давала им совокупляться. Ночью на любое маломальское шевеление вдруг приползала из своей комнаты и стояла у кровати, ожидая, когда мать запустит ее под одеяло. Если молодожены запирались в ванной, визжала и билась о дверь головой с размаху. Хотя какая там голова с кошачью? Вечно болела в паху, как у подростка. Давал жене понять, мол, болит. Она смотрела на него, как на конченного негодяя. Ты еще и недоволен чем-то? Может, тебе ребенок мешает? Наш ребенок. Однажды ответил тихо. С чего наш-то? У нее отец есть. Его обозвали животным, пришлось долго спать на раскладушке. Жена простила, так уж и быть, на третью неделю, дав измученным голосом поручение съездить к черту на куличики, забрать ковер. Приобрела в долг. Кстати, долг тоже надо было вернуть. Ковер оказался тяжелым, как танковая гусеница. Денег на такси не было, их и на ковер-то едва хватило. Тащила его с какого-то склада километра два до трамвая, потом с трамвая до дома еще километр. Жили на четвертом этаже. Без лифта. Думал, умрет. Почти плакал. Сорвал спину. Вся одежда была натурально сырой. Думал, жена как-то отблагодарит хоть в этот вечер. Она до полуночи пылесосила ковер, потом рассматривала его и гладила рукой. Наконец легла под одеяло и спросила проникновенно. «Скажи, красивый?» Он сипло согласился. Жена довольная тут же заснула. Даже приобняла его. Семья. Как она забеременела, он и не понял. Ребенок родился хлипкий. Дочка новорожденного ненавидела. Всерьез боялся, что она его загубит. Отцовские чувства пробуждались медленно, росли криво. Здесь явился бывший муж. Оказалось, что бывший муж никого не бросал и не уехал в Россию навсегда, а сидел там в тюрьме и тосковал по семье, ни о чем не догадываясь. Развод пока сидел, оформили за взятку. Правда, из квартиры выписать его так и не смогли. Жена несколько лет подряд всерьез думала, что все как-то обойдется. Ему ведь дали восемь лет по особо тяжкой. В двадцать три бабьих года восемь казались огромным сроком. Была уверена, что на четвертом десятке она в старуху уже обратится. Но явился он в ее двадцать шесть, освобожденную словно досрочно. Так скоро, будто никуда и не уходил. — Слушай, нам надо поговорить, — сказала жена второму мужу. И таким тоном, будто он был виноват во всем, произошедшем больше всех. — Далеко не убредай, — вилял первый, только что вернувшийся из тюрьмы муж. — Потом я с тобой побазарю. А то дальше поминки у тебя, так и не познакомимся. Вышел во двор на детскую площадку. Впервые в жизни подумал о самоубийстве. Как все-таки хорошо висеть здесь удавленным под деревьями. Уехал к себе в барак. Квартира отсырела по углам, за отошедшими обоями шуршали тараканы. По матрацу тоже что-то ползало. Но заснул с удовольствием, крепко. Мог бы запить, но еще до армии понял, что с алкоголем у него не лады. Всякий раз жутко блевал, и следующий день лежал в лежку. Травку курил иногда, но тоже в меру и без того удовольствия, что испытывали, скажем, однополчане. Обещанного разговора не случилось. Он заглянул к бывшей только раз, дней через десять. Забрать какие-то документы и вещи. Возле самой двери, уже поднявши руку к звонку, вдруг услышал, как страстно кричит жена. Ей было хорошо. Некоторое время стоял, оцепенев, потом, тихо ступая, пошел с четвертого этажа вниз, ни о чем не тоскуя, никого не жалея. Документы восстановил понемногу сам. Одежки старший брат подкинул. Пока, раскрыв шкаф в прихожей, брат выбирал из вещей и обуви, что еще годится в носку, его хабалка нудела, стуча ножом на кухне и говоря о младшем в третьем лице. «А чего он его пустил, уголовника? Мужик он или кто? Сказал бы, теперь я здесь живу, вымятывайся». Она с самого начала знала, что муж подружки сидит, но братьев вовремя не оповестила. Старший в это время раздраженно искал второй ботинок не новых, но крепких бердцев. Взвесив тот, что держал в руке, поднялся и прямо через весь длинный коридор запустил жену. Загрохотала посуда, жена умолкла. «Нашел второй?» — спросил брат. «Ага, давай». Младший молча и бесстрастно передал. Старший с уверенным замахом бросил во след вторым бердцам. Брак с бывшей женой расторгли за такой же величины взятку, что и заключили. Однажды она сама привезла вещи. Показала сына, была в кои-то веке без претензий и одета неплохо. В подаренных братом бердцах проходил год-другой. Сын подрастал. Они виделись, и даже возникло что-то вроде дружбы. Гараж, рыбалка, то-се. Потом и собственная машина появилась. Брату отдали долг белой пятеркой. До того пятерка простояла в гараже, кажется, лет двенадцать, и была совершенно необъезженной, хоть и с легким запахом златхлости, словно в ней хранили белье. У брата, который так и не разбогател, но более или менее держался на плаву со своей пэшкой, уже имелись две личные машины, плюс еще одна, записанная на хабалку. Да и не сел бы старший никогда на пятерку. В общем, подарил младшему, и даже не в счет зарплаты, как предлагала ему жена, а так. «Тебе ж сорок лет», — напомнил старший. И правда, ему было сорок. «Это что ли и есть жизнь», — подумал он. «Это и была жизнь». Катал сына на машине. Завел себе щенка. Кто-то подбросил к сараям напротив дома. Пожалел, что замерзнет. Забрал покормить. Тут и прижился. Для наухи, видимо, полукровка какой-то охотничьей породы. На прогулку хозяин набивал себе карманы, мелко порезанной колбаской. Приучал ко всяким командам. Пока была колбаса, щенок слушался и смотрел влюбленно снизу вверх. Потом вмиг убегал. Искал его порой по часу, по два. Пес выходил откуда-то, лукаво винясь, волоча зад и вяло помахивая хвостом. Жизнь всегда унижение, да. Надо было бы щенка иной раз отстегать, наказать, но как в армии не умел никого бить, так и сейчас не научился. Долгое время на Новый год ездил к брату, хотя всегда чувствовал там себя лишним, никому не любопытным, чужим. Теперь с братом все пошло на лад. Хабалка смирилась. Раз-другой даже пели втроем, обнявшись. Родня. Но однажды приболел на новогоднее, и понравилось Новый год встречать вдвоем с этой вот неверной собачкой. Так и повелось. В первом часу выходил во двор к соседям, и ему радовались, и собаку знали по имени. Свои люди чего же. Рядом живут бок о бок, только через стену. Сколько народу уже перехоронили вместе. Потом встретили очередной Новый год втроем. Он, собака и сын. И совсем славно получилось. Сын теперь жил с ним по неделе, а то и по две. Учился, конечно, кое-как, но не вредничал, не дурил. Уроки тянул он о том спасибо. Первого мужа бывшей снова посадили, и снова надолго. Подкидывал ей денег, все-таки она сына вырастила. Растолкнулись он и бывшая с дочкой. А дочка вымахала в юбке, красивая, ароматная. Говорит, дядя, я помню тебя. Обняла, прижалась. Приходи к нам. Научил сына ездить на машине. Теперь сын катал отца по степным дорогам. Подросшую дочку тоже пару раз покатали. И понравилось. Однажды явилась бывшая жена. Без звонка, просто так. Принесла бутылку вина. Он и в этот раз пить не стал. Посидел с ней молча. Сказала. Думала, ты не мужик, а ты мужик. Терпеливый, жалостливый, добрый, щедрый. Не носит тебя по сторонам. Идешь, куда идешь. Отвес ее на пятерке обратно. К тому дому, куда однажды тащил ковер. Уже открыв правую дверь пятерки, она вдруг перегнулась через рычаг переключения скоростей и поцеловала его в удивленные губы. Посидев с минуту, понял, что так, жарко, мокро, распахнуто, она поцеловала его первый раз в жизни. Оказывается, умеет. Первый и последний. Размышлял об этом, держась за ручку переключения скоростей, чуть покачивая ее. Потом перегнулся через правое сиденье, открыл и закрыл дверь, бывшая не захлопнула толком. Пятерка получилась как оценка за целую жизнь. Ни копейка какая-то, ни двойка. И жена была еще ничего, даже свои за сорок. Надо же, а мать в том же возрасте казалась совсем старой. Все как-то изменилось в мире. Собака пропала. Ждала ее с месяц, не вернулась. Толку было изумляться и этой потери. Завел другую собаку. Другая тоже не слушалась, убегала. Ну так что ж, все бежит. В очередных поисках собаки столкнулся с женщиной. Та свою тоже потеряла. Разговорились. Оказалась вдова. Помоложе бывшей жены, но ненамного. Дочка у нее выросла, уехала в Киев учиться. Но не ясно, учится или нет. Деньги в любом случае велела больше не высылать. Свои имеются. Женщина была полноватой, руки пухлые, лицо часто потеющее. Но глаза живые, удивленные, постоянно озадаченные чем-то. Словно ей хотелось раз за разом разгадать ту или и иную загадку. И она так смотрела на него, будто он разгадку знал. Все, что его касалось, вызывало у нее приятие и одобрение. У тебя и сын есть? Ой, какой большой, красивый, умный. Ой, он у тебя и машину водит сам. Почти так же хорошо, как ты. Хорошо. Ой, а ты и готовишь, и убираешься, и стираешься, и в армии служил. Какая у тебя фотография красивая. С присяги ты не очень изменился, только возмужал. Может, и зря ушел из армии, сейчас был бы полковником. А мой-то всем говорил, что пожарным был, что служил. На том свете тоже, что ли, заливает всем. А там же ведь не обманешь. Всерьез спрашивала? Он всерьез отвечал. Не обманешь. Как будто бывала на том свете. Она вела себя так, словно ей было едва за двадцать. Он, напротив, старался выглядеть еще взрослее, чуть ли не впервые в жизни у него получилось. Хотя внутри себя он сразу догадался. Вот она, юность пришла. Но где ж его юность была до этого? И если сейчас юность, что тогда было десять лет назад? Двадцать? Двадцать пять? Как это называлось? Сыну новая подруга понравилась. Сын вообще был покладистый. Подступала пора знакомиться с ее дочкой. Ждали на зимние каникулы. Дочка даже сообщила поезд, на котором пребывает, но не приехала. Подруга расплакалась. Лицо мало того, что потное, еще и заплаканное. Он ее утешал. Да утешался до того, что остался ночевать у нее. Она, когда меж ними все происходило, тоже удивлялась, как будто и не было у нее никакого мужа никогда, и все ей было в радость и в приятную диковинку. Они примерились друг к другу и как-то сразу подошли. Тем временем, моя дочка увлеклась столичными событиями. Там, на главной Киевской площади, разворачивалась революция. Собравшиеся много пели, глаза у всех были счастливые, детские. Дочка даже мать приглашала туда попеть. Мать волновалась и продолжала зазывать дочку домой. Потом там, на площади и в округе, начали стрелять и драться друг с другом насмерть. Вот, мелькала на экране, митингующий лежит, убитый пулей, виден живот. А в животе все умерло. Вот, боец спецназа в черной форме, горит ярким пламенем, ошалело, размахивает руками. Потом валится на асфальт, догорать. Вот, мертвых стало много, целое кладбище. Вот вдруг выяснилось, что еще живые люди рады чужим смертям, потому что верят, умирают плохие. Просто у одних плохие были те, а у других эти. Соседи по бараку сопереживали не митингующим, но спецназу. Выходили во двор, орали там и размахивали руками, словно тоже начинали подгорать. Старший брат все пытался выгодить, с кем ему быть. Борзые компаньоны, почти все, были закиевлян, зато казаки против. В конце концов, брат по своей воле отнес казакам тугую пачку денег. Хабалиста орала так, словно он продавал ее почку. Она тоже была закиевлян и хотела, наконец, как она это называла, пожить по-человечески. «А ты как жила до сих пор?» спросил старший брат. Младший же смотрел на всех молча, доверял каждому и не верил никому. А больше всего удивлялся, отчего люди так скоро все поняли в огромных событиях, когда и в своих маленьких, за целую жизнь не в состоянии разобраться. Он боялся только за новую, так мило потеющую лицом женщину, что она уедет за дочкой и пропадет. Однажды над их городком низко пролетел самолет. В другой раз встретился на улице казачий разъезд. Казаки были в форме и с оружием. Потом начались перестрелки. Он ни в чем по-прежнему не участвовал. Потом в центр города упал первый минометный снаряд и сразу второй, третий, четвертый, пятый. Он сел на свою пятерку и помчался к сыну, непрестанно названивая ему. Там все сидели на кухне. Бывшая жена, бывшая дочка, сынок. Женщину убило в центре, выпалил сын. Бывшая жена повторила сказанное сыном, но на свой лад. Убила женщину, а ты что собираешься делать со своей семьей? Бывшая дочка смотрела глазами полными слез. Он вывез их к родне, в деревню неподалеку от российской границы. Сам вернулся обратно. С каждым днем становилось все хуже. Однажды он услышал выражение «линия фронта» и догадался, что эта самая линия проходит здесь, где он прожил свою жизнь. Бомбежки уже через неделю стали обыденными. Его школа сгорела. Когда-то он мечтал об этом, а теперь не обрадовался совсем. Страшнее всего были авианалеты. Даже если бомбы сбрасывали далеко, собака пугалась и надрывно скулила под кроватью, оставляя там мокрые потеки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok